Аминь. Оно было живо 2000 лет назад, 3000 лет назад, оно не менее живо сегодня, потому что это вечное Слово Божье. И Господь Иисус Христос сказал об этом так, что небо и земля придут, но Слово Божье никогда не закончится. Оно всегда актуально, оно всегда живо и оно всегда действенно. Аминь. Поэтому это особенное время, я верю, что Бог благословит сегодня каждого из нас. В Библии есть множество разных историй, и через эти истории мы учимся с вами, мы наставляемся с вами. И вот как об этом написано в Первом Послании Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Все это происходило с ними, речь о еврейском народе, истории о котором можно читать в Ветхом Завете. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков, сказал апостол Павел 2000 лет назад. Он верил, что живет в то время, которое они называли последним, 2000 лет назад. Он говорит, мы сегодня учимся, мы, достигшие этого времени, я думаю, тем более мы сегодня можем это сказать. Мы-то уж точно знаем, что достигли каких-то особенных времен, совершенно для нас зачастую непонятных, но мы знаем, что уж очень последних, по всей видимости. И так мы будем учиться через эти истории, которые Господь оставил для нас на страницах Священного Писания. И большинство из вас, кто здесь, кто смотрит меня сейчас, знают историю о том, как Бог выводил еврейский народ из египетского рабства, из рабства, в котором они находились сотни лет. И вот Бог, используя своего раба Моисея, выводит этот народ из египетского рабства. При этом Бог обещает, что Он приведет их в обетованную землю, в землю, где течет молоко и мед. Обетованная земля – это образ процветания, это образ счастья, это образ такого достатка и избытка, успеха, здоровья, радости, абсолютно для всех, кто будет жить в этой обетованной земле. Мне кажется, что это очень похоже на то, что происходит с нами. Когда мы приходим к Богу, когда мы доверяем свою жизнь Богу, когда мы доверяем свою жизнь Иисусу Христу, то Он выводит нас из этого греховного рабства. Иисус однажды сказал, что каждый делающий грех является рабом греха. И все люди, живущие на этой земле, на самом деле являются рабами греха. Так вот, Иисус Христос пришел, как этот Моисей, чтобы вывести народ свой из греховного рабства. И Он стучится в каждое сердце. И Он говорит, хочешь ли ты выйти уже из этого рабства? Не надоело тебе идти на поводу своих эмоций, своих желаний, своих похотей, либо на поводу общественного мнения, либо на поводу просто чьего-то мнения, потому что ты должен сейчас так сделать. Выходи! Я пришел, чтобы вывести тебя из этого рабства. И те, кто доверяют, вот мы доверили свою жизнь Христу, мы сказали, да, Иисус, пожалуйста, выведи меня из этого рабства. И Он вывел нас из этого рабства для того, чтобы потом привести нас в обетованную нашу землю. Мне кажется, что сегодня это будет первое откровение для кого-то из нас, что в обетованную землю, оказывается, нужно прийти. Я догадываюсь, что кто-то внутри начинает спорить, да как же так, вообще-то мы уже обратились ко Христу, и мы уже в обетованной земле, а я уже, мы поем в Царстве Божьем. Знаете, есть такая песня, мы раньше ее чаще пели, что-то сейчас не так часто почему-то ее поем, вот, что так вот, а я уже в Царстве Божьем. Мы сегодня, мне кажется, больше понимаем, что до этой обетованной земли еще надо дойти. И знаете, первое, что я хочу сегодня сказать? Я хочу сказать, что выйти из рабства и войти в обетованную землю – это не одно и то же. Еще раз скажу. Выйти из греховного рабства, обратиться ко Христу и войти в те обетования, которые Бог для нас приготовил – это не одно и то же. И я думаю, что история с еврейским народом нам реально сегодня поможет понять это. Я представляю, как они вышли из этого рабства. Вот за ними уже никто не гонится. Фараон со всем своим войском остался позади, и там уже эти воды накрыли их, и они погибли. И народ еврейский чувствует свободу, о которой так долго мечтал. Уже никто за ними не гонится, уже никто их не преследует, уже нет рядом тех притеснителей, которые просто убивали их из года в год. И сложно было представить, что вообще что-то может измениться в их жизни. Но вот изменилось. Они реально свободны. Их накрывают эти волны счастья. Они танцуют, они поют песни. Они говорят, как здорово. Но правда, знакомое состояние для тех, кто обратился ко Христу. И мы тоже готовы были петь и танцевать. Господь, спасибо за эту свободу, это так круто. И я представляю, как на следующее утро они просыпаются, смотрят в окошко. И что они видят? Пустыня. Проходит день, они снова утром встают, смотрят в окошко. Что они видят? Пустыня. Моисей. Где обетованная земля? Моисей. Где молоко и мед обещанные? Где реки молочные? Моисей, нам воды не хватает. Мы помираем, нам пить нечего. Моисей. Мне кажется, тоже достаточно знакомое состояние некоторых христиан, которые приходят к Богу, проходит немного времени, они начинают возмущаться. В чем дело? Где обещанное? Вы говорили, все изменится, вы говорили, все поменяется, вы говорили, все, долгов у меня больше не будет, в семье будет мир и порядок, и процветание, и радость. На работе просто деньги будут потоками просто приходить. Где Моисей? И Моисеем должен был что-то ответить. Я догадываюсь, что Моисей подумал и сказал, все нормально, обетованная земля там. Вот те, с кем мы работаем в последнее время, на стройке, братья наши, они знают, что на Белкином доме у нас есть одно удивительное место. Знаете, бывает так, человек ходит в течение дня и спрашивает, где шуруповерт, братья, не видели где? Видели где? Там. Или кто-то бегает, где переноска, братья? Там. И мы уже смеемся, да, у нас есть особенное какое-то место, там. Что это значит? Это значит, что шуруповерт есть, и его нужно найти. И все понимают, все уже улыбаются, вот, это значит, что все лучшее впереди. Я думаю, примерно так было с Моисеем и израильским народом. Он их пытался вдохновить, он говорил, ребята, нам надо просто дойти. Они не хотели с этим согласиться, они хотели прямо здесь и сейчас. Но истина в том, что до обетованной земли нужно дойти. Ты не можешь сделать так, как тебе хочется. Ты не можешь прийти к Богу и просто сказать, вот сейчас должно быть так, и все. До этого нужно дойти. Мы знаем, что на этом пути происходило преобразование у израильского народа. Не сложно было пройти те километры до обетованной земли, которые нужно было пройти, но им трудно было избавиться от ропота своего и от капризов. Им так трудно было избавиться от вот этих претензий, от недовольства, от несогласия, от бунта. По всей видимости, от этого им и нужно было бы по пути освободиться. Но им это было трудно. Я знаю, что и нам сегодня достаточно трудно бывает освободиться от вот этих вещей. Но истина в том, что нам нужно идти этот путь. Что это значит для нас сегодня? Первое. Я думаю, это означает, что когда мы хотим прийти в эту обетованную землю, нам нужно прийти к своему обетованию, к этому ответу от Бога. Это время поиска. Время нашего пути к обетованию – это время поиска, ответа на наши вопросы. Время размышлений, время молитвы, время поиска. Как Господь хочет решить тот или иной вопрос? Как Господь хочет преобразить мою семью? Как Господь хочет, чтобы я теперь научился работать? Многие-многие вопросы, с которыми мы сталкиваемся. Путь в обетованную землю. Первое. Это время поиска, когда ты начинаешь искать ответ от Бога. До того, как мы решали, что мы пришли к Богу, мы знали примерно, как надо поступать в той или иной ситуации. Ну и что? Мы пришли каждый к своему банкротству, к своим проблемам. Мы знаем, как надо реагировать, мы знаем, как надо поступать, мы знаем, как надо так, чтобы нам ничего за это не было. Мы примерно ориентируемся в этой жизни. Но теперь наша цель – прийти к этим обетованиям Божьим путем. Нам надо получать ответы от Бога. Второе – это время, когда вы открываете Библию и начинаете читать, и начинаете вникать, где ответы на ваши вопросы в Писании, потому что там есть все ответы. Это универсальная книга с ответами на все вопросы для нашей жизни. Какой бы вопрос у вас ни был, там есть ответ, но его нужно найти. Этот ответ нужно найти. К этому обетованию нужно прийти. Чтобы увидеть обетованную землю, чтобы увидеть это сокровище, которое Бог для тебя приготовил, надо пройти этот путь изучения, поиска. Господи, ответь мне! И третье – путь в обетованную землю. Это время, когда тебе надо на корню отречься от ропота и неверия. Потому что ропот и неверия, они сделают твой путь очень долгим до обетованной земли. Очень долгий, и мы можем наблюдать этот путь у еврейского народа, который ходил и ходил и ходил и ходил и ходил по этой пустыне, не понимая, какие перемены должны с ними произойти. Поэтому, если мы не хотим долго жить в пустыне, то нам надо на корню отречься от ропота, недовольства и от неверия. В послании к евреям написано, что именно из-за их ропота многие получали наказание и умирали. Именно из-за неверия, из-за своих сомнений они не могли войти в обетованную землю. Это две причины, по которой мы долгое время можем оставаться в пустыне, не доходя до того благословения, которое Бог для нас приготовил. Ну хорошо, все-таки они пришли, слава Богу, они пришли к этому месту, они уже смотрят в эту обетованную землю. Уже 12 человек они отправили, чтобы те сходили на разведку и вообще почувствовали, как там стоят дела. И на самом ли деле земля хороша, и на самом ли деле мы не зря сюда так долго шли. И вот эти люди приходят, и знаете, что они приносят? Они приносят плод с этой новой земли. Они приносят плод. Написано, одна кисточка виноградной лозы. Давайте посмотрим, где это написано. Число, 13 глава, 24 стих. «И пришли к долине Исхол и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод. Одна. И понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смог. Вы знаете, когда я прихожу в магазин за виноградом, сегодня я беру пакетик, там примерно 20 на 30, открываю его и беру одну кисточку ягод туда кладу, вторую кисточку этого винограда, третью кисточку. Ну и бывает несколько, в зависимости от размера, сколько я туда положу. Эти ребята сорвали одну кисточку винограда, и они не могли ее поднять. Два мужика. Мы работаем на стройке, я прекрасно понимаю, что значит взять шест, чтобы что-то донести. Это когда тебе невозможно вдвоем поднять, а вдвоем надо как-то справиться. Другие, видать, яблоками и смоквами были озадачены, поэтому этим двоим перепала честь нести вот эту кисточку. А они не могут, говорят, ребята, помогите. А те говорят, мы не можем, у нас яблоки, понимаешь, тоже дотащить не можем. Видать, тоже приличного размера были. Так вот эти двое взяли, просунули какой-то шест и вот так вот на плечи и тащат одну кисточку винограда. Потрясающая картина. Но знаете, что я хочу сказать, друзья, сегодня пункт номер два. Воспользоваться, вкусить плоды с обетованной земли и поселиться и жить на этой обетованной земле, это не одно и то же. Еще раз повторю, вкусить плодов с этой обетованной земли, где ты должен жить и жить, поселиться и жить там, это не одно и то же. И это тоже очень похоже бывает на нашу жизнь, когда мы пришли к Богу, когда мы уже вкусили, ты начал молиться, ты вкусил, что такое сила молитвы. Ты помолился, и Бог ответил. И каким-то удивительным образом твой долг закрылся. И для тебя это как неподъемная кисть винограда. Ты бы никогда не мог себе даже вообразить, что за такое короткое время тебе столько денег придет. И думаешь, вау, вот это да, правда с Богом круто. Да, подожди, но чтобы теперь поселиться и жить в этой молитве, в этой молитвенной жизни, чтобы поселиться на этой молитвенной земле и жить в постоянных отношениях с Богом, ну тебе нужно побороться, тебе нужно поменять свой распорядок в дне, тебе надо изменить что-то в приоритетах. Итак, что нужно было сделать этим ребятам, еврейскому народу, которые пришли и увидели прекрасную обетованную землю? Они уже вкусили плодов оттуда, они были просто фантастически вкусными, большими, их было много, и не было никакого недостатка там. Но чтобы пойти и поселиться и жить на этой земле, что им нужно было сделать? Им нужно было пойти и завоевать эту землю. Никто им просто так эту землю не отдавал. Им нужно было пойти и завоевать. Но Бог сказал, ребята, не бойтесь, если только вы согласитесь и пойдете на эту войну, я буду впереди вас. Я помогу вам, это моя будет война, мы сможем, мы изгоним всех этих врагов оттуда, мы изгоним, сломаем все эти идолы. Для вас эта земля, для вас эти благословения, пожалуйста, идите. Они не пошли. Их трагедия была в том, что они не пошли воевать. Это единственная причина, это единственная причина, как я вижу, почему они не вошли в эту обетованную землю. Проблема была не в том, что им сил не хватало. Проблема была не в том, что у них чего-то не хватало. Проблема была только в одном. Они не согласились пойти. Но когда они соглашались пойти, они побеждали. Когда им получалось преодолеть свои страхи и сомнения, свое неверие, и они вступались в эту войну, они побеждали. Причем они побеждали не потому, что у них было сил достаточно, не потому, что они были совершенными какими-то воинами, нет. Они побеждали, потому что Бог верный, и Он был с ними. Все, что от них требовалось, это выступить против этих врагов, это пойти завоевывать свою землю. Я хочу прочитать вам пару мест Писания. Послушайте, что здесь написано. Иисус Навин, 10 глава, 11 стих. Когда же они побежали от израильтян, они, то есть это вот эти народы, которые там были, и все-таки пошли израильтяне, чтобы отвоевывать свою землю, и когда те люди побежали от израильтян по скату горы Вефаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней Града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Не от силы в руках, не от способности владеть мечом, не от их количества, от того, что Бог верный. И когда они выступили против этих врагов, которые заселяли их теперь землю, теоретически это их земля была, теоретически многие благословения принадлежат нам по праву, потому что Иисус Христос умер за наши грехи, умер за всю нашу своевольную жизнь, и открывает нам возможность войти в новую жизнь, с новыми обетованиями. Иисус сделал все, что нужно, чтобы мы могли это взять. И Библия говорит, тот, кто не пожалел Сына Своего Единородного, но отдал Его для нас, как не дарует с Ним и всего. Разве не об этом же говорит Господь, как не дарует с Ним и всего? Но только пойди, но только доверься Господу, но начни выступать против тех врагов, которые заселяют Твою по праву теперь принадлежащую Тебе благословенную землю. Еще одно местописание, Иисус Навин, 24 глава, 12 стих. «Я послал перед вами шершней, говорит Господь, которые прогнали от вас двух царей амарейских, не мечом Твоим и не луком Твоим сделано это». Господь говорит, «Я обещал тебе, и я свое слово исполняю. Если ты пойдешь и вступишься в эту войну за свои благословения, я буду с тобой, я помогу тебе». Не смотри, что у тебя сил недостаточно, не смотри, что у тебя опыт негативный уже достаточно большой, не смотри на все эти проблемы, как они смотрели, как евреи смотрели на тех великанов высокорослых, там больше трех метров роста, не смотри, я с тобой, у меня есть все необходимое, чтобы дать тебе ответ, чтобы дать тебе благословение там, где ты уже даже не представлял, что его можно иметь, это благословение. Бывает, что мы уже попробовали, как здорово быть вместе братьям и сестрам. Может быть, вы, находясь в каком-то собрании, получили ответ от Бога, прям реальный ответ от Бога. Возможно, кто-то проговорил в вашу жизнь пророчество, и вы понимаете, вау, это круто, быть братьям и сестрам вместе, это круто, аминь. Сегодня мы об этом понимаем больше и больше. Сегодня мы готовы платить большую цену, чтобы собраться вместе, потому что ограничения появились какие-то новые, и мы начинаем по-новому оценивать то, что имели до этого. Это здорово быть вместе, но чтобы вкусить плод, вот такой вот большой, немного надо, а надо прийти в собрание, почувствовать, вау, это правда круто, как Господь здесь накрывает присутствием своим, как Господь говорит здесь, слово это классно, я получаю ответы здорово, но чтобы поселиться и жить на этой земле благословенной, в постоянном общении с братьями и сестрами, чтобы не оставлять собрание своего, о чем говорит Писание, чтобы всегда, каждое воскресное собрание, быть вместе, чтобы каждый раз на домашней группе быть вместе, чтобы иметь взаимодействие, чтобы иметь отношения с пастырями, со служателями своими, тебе надо что-то поменять в жизни, тебе надо как-то перераспределить время, возможно, ты привык, что это воскресенье, оно всегда занято, возможно, ты привыкла, что просто это время вечернее у тебя тоже по-своему занято, кто-то говорит, у меня, ну это единственный выходной день, ну да, занятая земля, ничего удивительного, вопрос в том, захочешь ли ты выгнать свою лень, захочешь ли ты выгнать с этой земли, то, что вот там занято это место, чтобы туда пришло настоящее новое благословение, или не захочешь, сможешь или не сможешь, кто-то говорит, этот вечер я после работы прихожу, я так устаю, я не могу больше, как я еще пойду на домашнюю группу, ну да, занятая земля, это время у тебя занято, ты там привык отдыхать, расслабиться на диване, и что-то в результате имеешь, а есть что, если ты изгонишь вот этот народик с этого места, с этого вечера, и позволишь, чтобы ты мог быть на собрании домашней группы, а может быть Бог намного сильнее, намного больше в результате тебя благословит, но надо повоевать, но надо поверить, что это может быть так, надо согласиться с тем, чтобы раздвинуть в расписании это время и высвободить его теперь для Господа, есть, можно приводить множество примеров, есть, знаете, враги посерьезнее, некоторые, кстати, враги, они жили на горе, на горе, ух, это круто вообще, это такой образ крутой, понимаете, они славились неприступностью просто своей, эти люди жили на горе, там сыны Инаковы, например, называемые, там другие, они жили на горе, попробуй к ним подступись, и Бог говорит, я дам тебе, это твоя земля, эта гора должна использоваться по назначению, по-другому, не должны эти народности занимать эту гору, давай иди на эту войну, давай выгоняй оттуда этих народов, эти народы, я думаю, что в нашей жизни этой горой может быть гордость, это может быть какое-то зло, в котором ты привык жить, или гордость, на поводу которой ты привык идти, попробуй туда подступись, попробуй тебя коснись в определенной области, о, все, сразу возмущение, ты не хочешь подступить, пустить туда никого, так и неприступная крепость, это гора, и, возможно, ты уже вкусил плодов от новой земли, возможно, ты с этой земли уже попробовал, какой вкусный плод смирения, как много в результате ты получаешь радости, когда у тебя получилось наступить на свою гордыню, смириться и послушаться, например, или, когда поступить не на поводу зла своего, а смириться и выразить любовь, и вдруг небеса открываются, возможно, кто-то из нас уже вкушал эти плоды и знает, о чем я говорю, да как это круто, да никакая гордость, никакое зло не сравнится с этими плодами, ну, хорошо, можно иногда вкушать, как бы делать вылазки и вкушать, да, наступать на этих врагов немножко, и вкушать, забирать эти плоды, но можно ведь поселиться и жить на этой земле, ведь об этом говорит Господь, иди, завоюй, эта земля принадлежит тебе, ты можешь жить в смирении, ты можешь жить в любви, тебе не надо просто постоянно в этой борьбе быть, тебе надо раз и навсегда победить просто этих врагов, освободить эту землю, не эти ли образы показываются нам в случае с еврейским народом, дорогие, разве не об этом хочет сказать нам Господь, когда мы читаем вот эту историю еврейского народа, как они вышли из рабства, как они должны были прийти в эту обетованную землю, а потом они пришли в эту обетованную землю и начали воевать. Разве не для нашей жизни сегодня все эти образы? Там это были образы. Знаете, образ это что-то очертание какое-то, это как тень, это очертание, ты не понимаешь еще самой ясности, в чем суть этой вещи, ты видишь только образ, очертание, допустим, это квадрат, а ты не понимаешь, это не квадрат, это просто человек накачанный, например, а ты смотри, смотри, это квадрат, или по-другому что-то, да, просто можно образ видеть, но не понять, что за этим образом. Так вот, это образы, и мы что-то понимаем, рассматривая эти образы, но насколько больше Бог хочет открыть и дать нам, когда эти образы будут воплощаться в настоящие тела, в настоящих, вот в том, что Господь на самом деле хочет, хотел открыть нам. И я верю, что Он хочет открыть, что нам надо прийти, во-первых, в эту обетованную землю, увидеть эти сокровища, которые Бог для нас приготовил. Вы знаете, у меня сейчас не хватает времени, и я думаю, и не надо, мне бы хотелось, чтобы каждый из нас задумался, потому что я задумался, и понял, что я не сразу даже могу ответить, а что такое обетованная земля для меня? Я задумался реально, я могу какие-то религиозные фразы сказать, но если практично, что такое обетованная земля для тебя? Ты вообще понимаешь, к чему тебе надо прийти? Бог тебя вывел из рабства египетского, это, слава Богу, многие из нас, из рабства греховного, многие из нас это пережили, это здорово, но куда тебе надо прийти? Идешь ли ты туда? Есть ли у тебя этот путь? Обозначь сам себе, что такое для тебя обетованная земля? К каким благословениям ты хочешь прийти в жизни? И пусть Бог направит тебя. Первое, нам надо прийти к этой обетованной земле, нам надо задуматься об этом для начала. Второе, нам надо, когда мы увидим это откровение, когда мы увидим эти ответы, сколько раз бывало так, что откровение просто озаряет тебя, ты понимаешь, вот ответ, вот выход, вот как должно быть в своем вопросе. А потом, когда суть доделают, ты понимаешь, не так-то просто это применить в жизни. Тебя, ты под вдохновением радуешься, что получил откровение, но чтобы это откровение в жизни воплотить, чтобы не гневаться, а любить, чтобы не гордиться, а смириться, какая-то ситуация и вдруг вывела тебя из строя. О чем это говорит? Тебе надо завоевать, ты еще не завоевал эту землю. Тебе надо пойти, просто понимать. Никто тебе просто так не подвинется, скажет, ой, извините, да, мы тут жили, теперь вы, пожалуйста. Нет, это часто неприступные горы, это часто неприступные крепости, это твердыни, которые мы можем разрушить только с Господом. Доверяя Ему, поступая по Его воле, идя на эту войну, сражаясь с этими врагами, и Господь дарует нам победу. Но можно и не воевать. Я согласен. А можно и не воевать. Знаете, что произойдет в таком случае? В таком случае, если не воевал этот народ израильский, если он не захотел кого-то выгонять, то тогда в результате эти народы впоследствии стали сетью для народа израильского. Так и написано. Так и написано. Послушайте. Псалом, 105-й Псалом, 36-й стих. Не истребили народов. Речь идет о израильском народе. Они не истребили некоторых народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их. Служили истуканам их, которые были для них сетью. И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам. Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву. Идолам ханаанским. И осквернилась земля кровью. Вот что происходит. Если не изгнать эту гордость, однажды она будет для тебя сетью. И ты не знаешь, где ты будешь уловлен через эту гордость. И вместо благословения приходит проклятие. Вместо того, чтобы радоваться в этой любви и в счастье, вдруг ты видишь в детях своих проблему какую-то. Почему? Потому что ты в свое время не захотел изгнать этого идола из своей жизни. Этого народа, эта народность, это целая народность, реально. Эта гордость, она такая разновидная. Если ты не захотел побороться и противостать злу в своей жизни, однажды это станет сетью. Если ты не захотела побороться с похотью, тебе хочется, и ты привыкла идти на поводу своего хочу, однажды это станет для тебя сетью. И ты можешь собственными руками разрушить свой дом, свою семью и увидеть в своих детях не благословения, а похотливые личности, которые непослушны Богу. Эти люди не захотели изгнать, когда Господь им сказал, изгоните, я буду с вами, я дам вам силу, только поверьте, только идите, у вас все получится, они захотели. В результате они пожали проклятия в своей жизни и последствия в жизни своих детей. Они собственноручно отдавали своих детей этим идолам и приносили их в жертву. Я думаю, Боже, а что если и в твоих глазах мы иногда таким же образом отдаем в жертву своих детей, своих сыновей и дочерей, Господи помилуй. И второе, если мы не хотим воевать, то Бог называет это нерадением. Написано, проклят всякий, кто нерадеет о деле Божьем. Помните, так написано? Послушайте, и здесь так написано. Однажды Иисус Навин просто возмутился в духе, и он обратился ко всему народу. Это записано в книге Иисуса Навина, 18 глава, 3 стих. И сказал Иисус сынам Израилевым, долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Долго ли вы будете не родить? Я вижу в этом просто сердце Бога, которое так ревнует, чтобы благословить нас, которое так ревнует, чтобы просто принести ответы в нашу жизнь, говорит, ну что вы мучаетесь? Зачем вам эти дрянные соседи? Пусть Бог благословит всех наших соседей физических, я не об этом говорю. Я говорю о соседстве гордости. Да, вроде мы открыли свои сердца для Бога, и Он наполнил нас духом своим святым, наполнил нас любовью. Любовь Его излилась в наши сердца духом святым, но при этом соседствует и злость какая-то. Изгони злость, изгони эту злую реакцию, запрети устам своим говорить какое-то зло. Научись жить в смирении, научись жить в послушании. Знаете, я так благодарен Богу за это время, когда мы трудимся с многими братьями сегодня. Кто-то из них прошел реабилитацию, кто-то из них находится на реабилитации, их судьбы очень сильно изменились. И они не так давно, да и не один раз признавались мне, говорят, то, что мы строим здесь, это просто круто, мы так рады, но вообще не это главное. Не это главное, то, что мы здесь строим. Один сказал, для меня самое важное, это то, что Бог делает в моей жизни. Я понимаю, если бы я здесь не был, вряд ли бы у Бога получилось что-то вот так вот достать, изменить в моей жизни. И знаете, что там происходит? они учатся брать ответственность. Это реально благословенное обетованное место, когда ты научился брать ответственность. Они учатся доводить дело до конца. Ох, это бывает непросто, но написано, что конец дела лучше, чем начало. Конец дела благословение приносит, а начало только вдохновение. они учатся доводить дело до конца, они учатся исправлять то, что сделали неправильно. Ой, нам так хочется переступить, просто перешагнуть и пойти дальше, да так сойдет и вернуться, переделать. Ох, это бывает очень непросто. Реально нужно воевать и сражаться за это благословение. Они учатся признаваться, когда что-то сломали. Это тоже бывает очень непросто. Так хорошо, хочется хорошо выглядеть, и так не хочется выглядеть глупо, ты сломал эту вещь, ага, еще же скажут платить за нее надо, и все, и ты соглашаешься иногда оставить этого, этот народ, эту небольшую ложь. Это же небольшая ложь, такой народец, подумаешь, какое он зло мне может причинить. Кому плохо от моего вранья, скажите, пожалуйста. Я слышал не раз такие фразы, да тебе же самому плохо. Это ты оставляешь этот народец рядом с собой, который однажды станет для тебя сетью. Ты не сможешь поступить правильно, ты не сможешь поступить по правде, это и будешь сам же уловлен в это. Я благодарю Бога за то, что Господь всю эту великую работу делает, и они учатся быть послушными, когда не хочется быть послушными. Они учатся продолжать дело, когда устали. Мы все этому учимся. Когда, бывает, силы твои заканчиваются, а благословение, оно вот оно, тебе нужно переступить через свои силы, тебе нужно выступить против этого врага, когда слабость какая-то и Божья сила тогда открывается. Они учатся делать работу качественно, когда никто этого не видит. Я вам просто рассказываю, знаете, некоторые благословенные израильские города. просто рассказываю вам эти имена этой благословенной земли, в которую нам надо войти, овладеть ею, завоевать ее. Мы учимся делать работу лучше, чем нас просят. Это, мне кажется, гора. Это благословенная гора. И награда от Господа тогда тоже больше, чем ты планировал получить. И поверьте, друзья, что для тех, кто идет этим путем, для тех, кто готов биться, воевать за эти благословенные цели, будет все остальное прилагаться. Потому что, когда ты борешься за Царство Божье, когда ты стремишься для того, чтобы Божье Царство пришло в твою жизнь, когда ты об этом больше всего переживаешь, все остальное сам Господь Иисус сказал приложится. Все остальное приложится. Приложится достаток и избыток, приложится процветание, приложится кроме этого уважения и порядок в жизни и честь. Но к этому нужно прийти. И этим надо овладеть. И тогда Бог благословит. И тогда Бог будет радоваться от нас, потому что написано, что прославится Отец Небесный, если мы принесем много плода. О каких плодах идет речь? Если мы принесем много плода и будем учениками Иисуса. Он пришел, точно так же, как Моисей вывел народ из рабства египетского, точно так же Иисус выводит сегодня тех, кто доверится в Его руки и захочет стать частью Его божественного народа. Он выведет, Он продолжает выводить. Я иногда вижу, как люди даже не понимают, что надо выйти из этого рабства. Они говорят, да и зачем мне и так, вроде неплохо, хорошо. Я хочу вам сказать, друзья, что каждый человек, находящийся в этом рабстве греховном, обречен на смерть. И это правда. Никто не сможет выжить, потому что дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Это его инициатива с грехом, это его способ, чтобы обворовать тебя и разрушить твою жизнь. Надо выйти из этого рабства. Для кого-то сегодня это важно. Принять решение и выйти из этого рабства. Для кого-то сегодня откровение в том, что надо прийти к этой обетованной земле, оказывается, она не падает прям тебе на голову там в пустыне. А для кого-то нужно принять решение сегодня и выступить на войну наконец-то. Независимо от того, сколько там время уже эти народности тебя окружают, выступить на войну, потому что Бог еще все с нами. Да, еврейский народ ходил 40 лет по пустыне, пока все предыдущее поколение не померло и не восстало новое поколение, которое вошло в эту обетованную землю. Я верю, что это не про нас. Повернись ближнему своему, скажи, это не про тебя и не про меня. Мы имеем сегодня эти потрясающие образы, чтобы применить это в нашей жизни, извлечь правильные уроки и пойти туда, куда Бог поведет нас и взять то, что Он приготовил для нас. и мы будем все благословенные. Аминь. Аминь. Давайте. Давайте. Пока. 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 Пока.